Привет, я Саня, и это моя парусная лодка Бабушка, которая ждала меня 4 года. В 19-м году я свалил из Москвы на яхтинг в Штаты. Мой влог о любви, безумстве и отваге, жизнь по мечте и без нее, поиски, провалы, успехи и отличная музыка. Каждые две недели на канале Пора Валить Сейлинг! Подписывайтесь и добро пожаловать на борт! В этой серии переход на яхте Бабушка по Атлантическому океану из Флориды на север, порядка 500 миль в Северную Каролину. На борту экипаж мои друзья Глен, Сьюзан и я, капитан Александр Фоменко. Лезь, брат, мне не по себе. Раз кусок шайбы, два кусок шайбы. Потрогал эти гайки, они вообще свободные. Сейчас затянул. Не, мне говорили, накерни резьбу, типа, наружь резьбу здесь, они не будут откручиваться. Окей, ну может быть так и сделаю сейчас. Поехали, мининггалз. Нет. Увались. Не полоскай. Уваливаюсь. Все нормально. Курс 30. Все бодрый. Веселый. Выравнивай. Выполняем. Какой курс? Уймись уже. Не скажу. В океане не нужна обувь, мне нужны деньги, документы, ничего не нужно. Документы могут понадобиться, кстати, могут тормознуть, спросить. Сегодня очень спокойный день, летемся мы медленно, скорость максимум 3 узла. Не рулю сейчас, вот здесь, вот здесь, значит, хорошо настроенные паруса. С предыдущей геной, которая была растянута, не было такого. Подготовил несколько веревок, чтобы закрепить штурмовый стаксель на палубе, чтобы быть готовым к его подъему. Я хочу, чтобы не было такой ситуации, когда меня ночью зовут и кричат «Алекс, алекс, надо на гену выбирать среди ночи». Кому не хочется, чтобы в это вот гену вдруг дунуло, да? Банки хоть открывать умеете? Запоминай. Да ладно, я реально не умел. We went our separate ways, I was relieved. Until the gossip made its way back to me. You flip the story, put the truth in reverse. I know the game you're playing, and this revenge is dangerous. Just keep on kicking, dirty my eyes, dirty... Как состояние экипажа? I'm cold. Холодно. Горячо. Включаем подсветку компаса. Инвегационные огни, кормовые огни. Я не спал ни минуты. Вообще не мог глаза замкнуть с 9 до 12. Болтало, здорово. Как будто, знаете, несусь на яхте по волнам сладкого, замечательного мороженого, взбитых сливок. Так здорово. Теплый ветер дует ночью. Легко качает. И вот штурвал как будто на гидравлике. Так легко. Одним пальцем, буквально пальцем я могу дать. Ну, двумя пальцами, окей. Good morning. Good morning. Вот эти рассветы в океане, конечно, ради которых все и затевалось. Это что-то неописуемое. Видела в жизни этих рассветов много. И в том числе в океане. Ну, блин. Просыпаюсь. И опять это просто что-то колоссально невероятное громоздится здесь. Буйство просто, светотени, красок, всех абсолютно оттенков, какие только есть. Не знаю, может быть, тут только и малиновые есть. Может быть, нет зеленого. Да. Остальные есть все. Просто сумасшедшие пейзажи. И просто этот рассвет, он такой многоэтапный. Он начинается с того, что посветились противоположные облака. Быстро отгорели. Потом они подсветились уже более капитально, более желтым светом. Потом и те растворились. Потом, значит, с этой стороны забрызжил рассвет красный. Это просто что-то нереальное. Это настолько прекрасно. Это настолько бесконечно прекрасно, как и бесконечные расходы на содержание парусной яхты. Мы понеслись со скоростью 6 узлов под маленькими парусами. Скорость доходит до 10 узлов, потому что мы идем в гальфстриме. Просыпаюсь. Средняя скорость 9 узлов. Мы прошли за 2 часа 19 миль. Простая, хруненная. Как будто на самолете летим, что ли. Прикольно. Отлично. 4 часа и будет Джексон. Как может лодка затонуть при правом галсе? Вся эта система под водой. Помпа стоит на слив. И вот само по себе потихонечку подливается вода в сортиры. И таким образом мы, если так и оставить, можем затонуть. Поэтому нужно всегда закрывать на драй. А я еще в качестве... Вот, перестало течь, да? Нет? Что-то все равно продолжает чуть-чуть подтекать. Поэтому я в качестве меры предосторожности закрываю Кингстон. Вот закрыл. Вот. Так ничего не течет никуда. Просто подумать только. Я капитан яхты, который несется в гальфстриме через Атлантику со скоростью нормальных гоночных аппаратов. Уму непостижимо. Я уже готова. Все готовы, все готовы. После того, как сняли, вы вернете на course. Так что вы мотор сняли с мотором. После этого, вы идете снова, чтобы мы расширимся сняли. Но это будет более позже. Давайте начнем. Я не забываю, что-то. Не забывайте о том, что жидкость. Вы держите их контролю. И чтобы они не скрыли. Это очень важно. Сейчас мы начинаем. Готово. 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 абсолютно точно это мой рекорд это рекорд на всех моих знакомых быстрее только гонщики ходят это потому что мы взяли в стриме еще один я не знаю что вы это вывели а что вы это вывели это бюджет вот это бюджет вот это бюджет когда они не использовались это бюджет у меня тоже офис 2-4 часа последок мы уже Я стою на волчьей вахте, время 4.50 утра. Очень хочется спать. У нас классные смены всего по 3 часа. Всего 9 часов темноты с 9 до 6 утра. Мы стоим втроем по 3 часа. Сегодня моя очередь нести самую тяжелую утреннюю вахту. Мы в Гольстриме. Скорость 5-6 узлов благодаря течению. Собственная скорость узла 1,5-2 с таким слабым ветром и зарифленными парусами. Но постоянно бьют молнии в Гольстриме. Без дождя, без ветра, тихо, без грома. Просто бьют и бьют. Там где-то в облаках в реке. Следующий рассвет очередное шоу. Он с этой стороны молнии бьет. На северо-востоке вот такое. Это такая красота. Что вообще происходит? Каждый рассвет это шоу, которое океан устраивает. Бьет. Офигенно. Офигенно. Тихо говорю, чтобы не разбудить. Хотя уже пора будить. 6 утра. Смена бахты. Но мне не хочется уходить. С этой неимоверной скоростью на Гольстриме от менее чем за 2 суток преодолели. Большую часть Флорида и вот все. У нас Джорджия уже на траверсе. Та самая, которую обходить надо океаном. Вот мы и обходим. Обходим. Здоровенные, храбрые яйца. Помню, как ты ела манго, пудинг, шпинат, апельсиновый сок. Божественно. Ты много на себя взяла. Так, сегодня омлет с сыром. Любимый сыр. Твой сыр? Типа того. Как швейцарский, но сливочнее. Тепло, уютно. Вкусно. В главной роли мастер-шеф. Люблю, когда погорячее. Гребаный перфекционизм. Приходится моторить на удалении 80 миль от берега. Бред, конечно, полный. Но ветра нет. Шамакин бы выпил и спать лег. Изгал бы ветра. Но мы не пьем, нам сложнее. Делаем 6,5 узлов вместе с гольфстримом. Потому что гольфстрим уже ослабел. Попробуем рыбачить. Минуты не прошло. Вот блеста возвращается с травой с этой. Короче, шансов почти нету. Трава это повсюду. Всю, плана, везде. Немного советской столовой. Солью и маслом. Рассмотрим остров Лысой Головы. Твою честь. Южнопортовая улица. Милый городок. Места надо знать. Выбираем, куда поехать. Офигенная книжка. Как-то недооценил бумажные гайды. Внутри, если для кучи времени в океане, можно разобраться со всеми, куда идти. Все подробнейшим образом расписано. Все марины, вплоть до того, где есть дус, бассейн. И вообще, все очень подробно. Очень подробно, да. Куда пойти, ну, в смысле, хочется больше впечатлений. Больше ощущений. Вот третий день, мы в Гольдстриме. И, как бы, вот уже вот скоро, вот мы приедем уже в Каролину. Уже прям даже, и что, и как бы, и все, да. Ну, я хочу посетить Кейп Лукавр. Я хочу посетить Райтсвел Бич. Я хочу посетить еще, насколько возможно, большее количество и место, в которых я не был. Ну, вот, посмотрим, в общем. Посмотрим, посмотрим. Вот такой сегодня ужин. Отличные Раккини. Ну, то есть, это макароны, сделанные из шпината, цукини, брокколи. Еще что-то, парслан, кейл, не знаю, что-то. Короче, без пшеницы. Ну, и ветчина хорошая, это из пабликса, с черным краешками. Black Forest Ham называется. С соусом альфреда. И я очень люблю смотреть вот в эти окна, когда готовлю. Там уже закат догорает. Экипаж отдыхает? Экипаж работает там. I can't see you. А за огоньком нужно следить, потому что его задувают иногда через дверь. Так, ну что ж, утро воскресенья, все идут в церковь. Сегодня четвертый день начинается. Прошла третья ночь наш в океане. По расчетам, мы к следующему утру, то есть, через сутки, прибудем уже на место. Beautiful, alright. Beautiful, beautiful, alright. Did the forecast say windy for next morning? С утра то будет ветер. В час ночи до 17 узлов. Не пойму, посмотри. Порывы до 17. Сейчас проверил влияние гольфстрима еще раз. А ведь оно выражается в том, это влияние гольфстрима, что, допустим, находясь в течении, имея определенный курс по компасу, мы все равно продолжаем двигаться со сносом, то есть, валить боком. И наш курс по GPS, направление движения, не совпадает с курсом по компасу, вплоть до полной противоположности. Если у нас скорость маленькая, или даже мы развернулись, то у нас все равно течение продолжает нести в генеральном направлении, и курс по компасу не совпадает с GPS, нам вплоть до 180 градусов. Многие люди просто не могут оторваться от земли. Британцы говорят ланд. Британский акцент это у тебя. Я ненавижу его. Кофе? 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 Да ладно. Так же черные говорят. Ну назовем это тяжелый акцент. Вот это прикол. Я даже не ожидал, что у нас молоко на борту есть. Некоторые люди используются символы в отношении с Богом, и в прямом любовь. Продолжение следует... 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 Время 2 часа ночи... В 20 милях впереди... Мыс Страха... Точнее... Точка поворота... Вокруг мыса Страха... Мы меняем курс... Северо-восточный... На курс северный... И... Сейчас дует... Сильный ветер... Вест... Саутвест... Потом он будет заходить... С утра на Вест-Норд-Вест... Будет немножко... Встречный даже... Скорость... Из лодки... 5 узлов... Идем... Глубоко... Зарифленные... Под штормовым стакселем... Волны очень сильные... Болтает... Будь здоров... С трудом могу спать... В принципе... Моя вахта... Начинается через час... Ммм... Меня беспокоит... Я сейчас хочу выйти на палубы... Сказать Гленну... Чтобы он правее брал чуть-чуть... Чтобы был запас... Чтобы мы на мельни... Налетели... Ночью... На этот... Мыс Страха... Там... Обозначены... Frying Pen Shoals... То есть... Сковорода... Жареная сковорода... Сковородочные мели... Стремное название... На мысе Страха... Мыс Страха... Это такой мыс... Мели которого... Простираются в океан... На 30 миль... Волна сильная... Я беспокоюсь за то... Каков... Во что превратится наше плавание... После поворота налево... Когда слева и так уже дует... Со встречным пойдем... С боковой волной... Все стрёмно... Ну ладно... Интересно... Интересно... Это то чего я хотел... В общем-то... А то у нас был 4 дня... Очень комфортный сейлинг... В кабине небольшой беспорядок... Но всего лишь небольшой... Посмотрите на это средство для мытья посуды... Что с ним стало... Вещи на штурманском столе съехали... Сейчас волна... Как бы проходит... Сзади... Слева... Вперед... Направо... Повернем налево... Градусов на 35... Будет волна боковая... Будет отжиг... Ну ладно... Бабушка позаботится о нас... Электробатик цyalгиг... Проэнтикс... Слева... Слева... Доunchем... Изберлись кups... Слева... Цемпы... Что с собой... Слева... Шах... Субтитры создавал DimaTorzok Бабушки в Каролина! Эй! Сэр! Эй! Эй! Обожаю сегодня, Каролина! Как тут отменено! Вообще совсем другой стиль! Другой вкус во всём! Пахнет вкусным ужином! I can feel the smell of nice dinner! Сегодня постараемся зашвартоваться в Марине! Нам сказали, что швартуйтесь там где-то! Ах, хорошо! Как же тут охрененно! Блин, Каролина! Я гораздо больше люблю Каролину, чем Флориду! Четыре дня назад утром мы стартовали с Флориды! Теперь вот, в Северной Каролине! Силы ветра! Верёвок! Тросов! Человеческих рук! Океанских течений! Преодолели 600 миль за четыре с половиной дня! 600 морских миль! Это очень нехилый результат! 600 миль за четыре дня! Вот мы здесь в безопасности! Здесь вот такие вот клумбочки! Всё прекрасно! Для моряков! Это вот Sunset Deck! Там люди отвисают, смотрят на закат! Прекрасно! Я очень люблю Каролину! Здесь всё гораздо более стильно! Беленькие парапетики! Везде! Мансардочки! Много молодёжи! Очень много молодёжи! Вот не в отличие от Флориды! Я сразу здесь раз! И сразу куча молодых людей! Лето! Курорты! Зимой здесь холодно! Поэтому это летний курорт! И чувствую ли я морскую походку! Качает ли меня на суше? Нет! Наверное, потому что я всё ещё на топливном доке! Который тоже сам по себе качается! Поразительно, что такое возможно! Мы, конечно, включали мотор иногда! Но, в принципе, силой природных явлений и собственной воли Я с помощью замечательного экипажа, за который мы сейчас пойдём пить в ресторане Замечательного экипажа! Мы преодолели это! И я добился своей цели! Цель была вполне конкретная! Переехать на этом замечательном судне В безопасное, тихое, спокойное место! В конце концов, в итоге, в домашний порт! Отсюда, из Райдсвилл Бич, я смогу дойти один уже каналами здесь, до Ориентала Где находится домашний порт! И дальше ставить новые цели! Принимать решения! Лодочка повела себя очень хорошо! Экипаж повел себя очень хорошо! Прекрасно просто лодка справилась со всеми своими задачами! Практически ничего не сломали почти! Погода была хорошая, течение хорошее! Немножко, чуть-чуть поштормило там одной ночью! При этом это было в удовольствие! Паруса, веревки, все отлично было подготовлено! Все в безопасности, приехали! Выглядят как настоящий морской цыган! По сравнению со всеми этими миллионерскими лодками Я счастлив! И много будет странствий и скитаний! Страна любви великая страна! И с рыцарей своих для испытаний Все строже станет спрашивать она! Подремлет разлук и расстояние! Лишит покоя, отдыха и сна! Но вспять безумцев не поворотить! Они уже согласны заплатить! Любой ценой и жизнью бы рискнули! Чтобы не дать порвать, чтоб захоронить Волшебную невидимую нить, Которую между ними протянули! Свежий ветер, избранных пьянию! С ног сбивал, из мертвых воскрешал! Потому что, если не люблю, Знависит и не шил, и не дышал!